Виталий, приветствую тебя. Очередной совместный контент технического и фундаментального анализа. Разбираем, конечно же, ситуацию, которая прямо сейчас складывается на финансовых рынках. Все для того, чтобы, друзья, у вас была дополнительная информация в принятии решений. Чтобы вы на что-то опирались в плане техники и фундамента, мы, соответственно, взяли на себя с Виталием обязательство вам эту информацию подкидывать. Виталий, вопрос к тебе. Как тебе начало недели, учитывая реакцию рынка на сообщения от Pfizer о якобы найденной вакцине, те мощные распродажи золота, которые мы видели, ты как вообще относишься к тому? Будет ли действительно вот этот якобы прогрессивный препарат, станет ли он тем самым, который поможет побороть ковидную инфекцию и отбросить уже этот фон куда-нибудь назад? Или это то же самое, что было когда-то с AstraZeneca, с Moderna? То есть пока препарат получит широкое распространение, пройдет еще очень много времени, поэтому с ковидной темой нам придется работать еще не один месяц. Ты вообще как думаешь? Ну, во-первых, не только сейчас там какие-то тесты, да, а тесты там сколько прошли, там, месяц или сколько там, то есть небольшое время, а мы знаем, чтобы в США пройти тестирование, тем более это же не просто какая-то там болезнь простая, ну, имеется в виду, а здесь нужно много исследований, то есть чтобы затвердили все. Ну, конечно, возможно, там сокращенные какие-то процедуры будут идти, так как это нужно быстро, но это очень длительное время, плюс у нас на носу зима, то есть болезни просто какие-то будут, поэтому я думаю, это еще не скоро пройдет, плюс это нужно сделать, плюс в таком большом количестве, то есть там говорили, что Европа закупит 300 миллионов, то есть в Европе сколько у нас населения? Около 500, да, получается, потом США, там Канада, наши страны, скажем, ну, СНГ, да, там взять Украину, Беларусь, Россию, то есть там в России какая-то есть вакцина, хотя там пошли слухи, что, ну, как не слухи, а по поводу, что в России вот эту вакцину, что сделали якобы от коронавируса, на самом деле ее купили в Индии, это вакцина от ящура, то есть от прививки, получается, ну, там какой-то скандал был очень сильный, потому что поняли, откуда это, ну, как говорят некоторые ученые, Украина, там я слышал, наши там говорят, мы там будем закупать вакцину от Бразилии, которые там тестируются, российская вакцина, то есть, ну, короче, наши страны пострадают, и думаю, еще там какая-то подделка будет. А по поводу рынков, ну, прошла информация, я думаю, что какого-то рынка, знаешь, они по-своему будут ходить, то же самое, как вот весной и летом была пандемия, да, то есть, а нефть росла, да, рынки росли, то есть финансовые рынки, они, скажем, от реальной экономики, то есть они… Да, ну, в целом я согласен, действительно, прежде чем вакцина получит широкое распространение, дойдет до людей, до широких масс, невероятные пути придется еще пройти, нужно все-таки действительно подтвердить результаты ее эффективности на более широкой выборке людей, необходимо получить патент, лицензию от регулятора, необходимо ее все-таки произвести, потому что речь идет не о каком-то, знаешь, очаге где-то, где-то в мировой экономике, в какой-то стране, в каком-то городе, речь идет о эпидемии, пандемии общепланетарных масштабов. Да, ну и что, тоже это сложности, почему, допустим, кто ее еще разрабатывает, это частные компании, кто их финансирует, в формате, вот был скандал достаточно сильный, в Малайзии, то есть получается Сорос там, я не знаю, кто там еще, финансировали там от какие-то вакцины дети маленькими, получается, там очень большое количество детей умерло, и сейчас идет расследование, кто это все финансировал, кто это разрабатывал, это сейчас сложности с этим, и там будут многих судить в Малайзии, то есть там умерло очень сотни детей, Ну ладно, не будем настолько копать вот эти резонансные политические темы, чтобы, опять же, не обрушился сейчас шквал комментов, давай все-таки поближе к рынку, понятное дело, что... Ну скажем, да, вот скажем, вот по золоту ты спросил, обвал такой, да, все рынки там подросли, там такие, а вот золото ушло, кстати, я писал своим ребятам в канале, ну там такой сигнал слабый был, всего-навсего дивергенция на часовиках, я в прошлый раз, если помню, сейчас шортил, оно не пошло, но все-таки оно пошло, но чуть позже с выносом, скажем, и золото в последнее время, оно так, если идет в ту сторону, которую я ожидаю, ну через какой-то вынос, потому что, ну, сложное оно и волатильное, то есть я его не сильно люблю торговать, там нужно и стопы большие ставить, то есть так очень редко его торгуют. Ну что, давай тогда непосредственно к тем идеям, которые раньше давались, потому что есть в моменте, я пару слов еще только добавлю, что действительно, если вы, друзья, оптимисты и верите в то, что Pfizer, это как раз та самая компания, которая даст лекарства от ковида, я не хочу ни в том случае перебеждать, я нормальный человек, как и вы, и, разумеется, я только за, если будет лекарство. Хочется, чтобы рынки пришли к своим привычным, более-менее предсказуемым, фундаментально обоснованным трендам, тенденциям, когда мы следим за состоянием экономик, за секторами, за показателями и на основании этого делаем какие-то выводы. Хочется уже избавиться от вот этих форс-мажоров, которые провоцируют волатильность движения, которые невозможно даже предсказать. То есть ковидная тема, да, она, несмотря на то, что есть проблески и надежды, что будет вакцина, какое-то время еще рынки в страхе будет держать. Какое-то время, это еще несколько месяцев точно, даже при самом лучшем раскладе, и правильно Виталий сказал, что сейчас чем холоднее будет становиться погода, тем больше будет причин, из-за которых люди вынуждены будут оставаться дома, а, к сожалению, в замкнутых помещениях, пространствах, вероятно, распространение вируса, оно будет только расти. Кроме того, эксперты ВОЗ ранее также говорили, что вторая волна, ее как бы самое жесткое проявление как раз вот придется на осень и зиму, вот как мы сейчас и наблюдаем. Поэтому к демонстрации экрана хочется сначала обратить внимание, друзья, на индекс американской валюты, с которого я традиционно начинаю каждый наш совместный брифинг, как Виталий с тобой, даже тогда, когда нет локальных рекомендаций по тому, как действовать. По индексу доллара мы все-таки остаемся в нисходящем тренде, и вот эта тема с вакциной от Pfizer, она особо к серьезным изменениям, да и вообще к каким-то серьезным изменениям в динамике индекса доллара не привела. То есть, надеюсь, вы помните, что ставка лично майя на долгосрок по индексу американского доллара, она основывается на только лишь том, что индекс доллара будет поджимать ситуацию на рынке американского долга облигаций из-за того, что ставки стремятся к нулю, ставки будут стремиться к нулю до тех пор, пока ФРС не поднимет процентную ставку ключевую, а не поднимет он процентную ставку сейчас в условиях ковида уж точно. И, опять же, вот эта ковидная тема, она еще и будет провоцировать ожидания дополнительных денег со стороны властей Конгресса на рынок. Это сумма потенциально до двух, может быть, даже чуть больше триллионов долларов. Уже неоднократно отмечалось, что как только эта новость придет на рынок, индекс доллара может оказаться ниже 90, там, одного с половиной или даже поближе к отметке 90. Это не моя рекомендация, это как бы мое видение рынка, которая опирается еще на оценку экспертов от Сити, от JP Morgan, от Barclays, за которыми я слежу. Но это нормальный как бы фундаментальный анализ, потому что при притоке доп. ликвидности индекс доллара американской валюты не сможет укрепиться. В прошлый раз я давал рекомендацию продать фунт против доллара с отметки 1.3140. К сожалению, друзья, сделка закрыта по стоп-лоссу. И интересно, вот сейчас сравнить... Да, кстати, я вот как раз хотел сказать, если взять вот эти топ-инструменты, я их называю, это евро, фунт, индекс доллара и доллар-франк, которые я обычно в большинстве случаев торгую, то только фунт вчера показал рост против доллара, а все остальные инструменты... Ну, там еще некоторые там показали рост против доллара, ну, в моменте, скажем, небольшой. От фунта реально даже вот сегодня он... Да-да-да, все верно, я хочу прокомментировать этот момент. То есть, казалось бы, если вернуться к тому ролику, который видео записывали в прошлый раз, я объяснял причину, по которой мне его хочется зашортить и заработать на потенциальном обвале. Из-за того, что ситуация в плане макроэкономического фона в Англии, она самая страшная сейчас. Это вот, опять же, и общенациональный карантин. Даже вчерашний отчет по рынку труда показал нам то, что без работы в Англии остается 1,7 миллиона человек, и за последние три месяца количество безработных увеличилось на 250 тысяч. То есть, при таком рынке труда, ну, очевидно, что в Банке Англии снова задумались о вопросе дополнительных мер поддержки, может быть, снижения процентной ставки. Опять же, фон по Брекзиту, он остается неоднозначным. Есть и позитивные новости, есть и негативные. И вчера, когда мы действительно даже, ну, ладно, не будем говорить про вчерашнюю торговую сессию, вот сегодня, вот сейчас мы видим то, что главный валютный риск, евро, остается под давлением из-за локального, локального небольшого восстановления доллара в фунт, причем плюет на эту тенденцию доллара и продолжает расти. Очень странная динамика. Я практически не сомневаюсь, потому что буду испытывать удачу и дальше, пытаясь поймать вот эту потенциальную коррекцию, которая, скорее всего, может начаться после теста какого-то локального уровня сопротивления значимого. Вот, опять же, делился я своей точкой зрения с коллегами. Мы уровень называли 1,3290, как раз примерно там, где пара фунт-доллара находится сейчас. Вот, я думаю, что отчасти это связано, опять же, с рамками вот этого восходящего канала. Но я не знаю, откуда действительно пойдет разворот. Буду держать вас в курсе, друзья, если будут новые идеи, соответственно, расскажу. Но мне кажется, что фунт очень сильно переоценен, и если кому и падать сейчас, то это только ему. Так, сегодня как раз вот сделка по евро-доллару. Вот, хотел дать рекомендацию купить с отметки 1,18, но сейчас мы локально, это 5-минутный таймфрейм, оказались уже ниже. То есть, покупаем с текущих уровней стоп-лост на отметку 1,1740. Причем ставка и мой прогноз по главному валютному риску, он, опять же, упирается в плоскость того, что сказал сейчас по американской валюте, даже несмотря на фон вокруг Пфайзера, системно ничего не поменялось. Кстати, еще один вопрос, Виталий, если следишь за новостями, как ты думаешь, вот те попытки Трампа все-таки выдернуть победу у Байдена, они к чему-нибудь приведут или это как бы только лишь попытки? То есть, Байден президент и республиканец, в частности, Трамп, не сможет сохранить с собой кресло на следующий срок. Ну, я это к тому, что, знаешь, вот сейчас поддерживают, подхватывают многие идеи о том, что Трампу удалось добиться пересчета голосов и вроде бы как эффективно, действительно, выявлено. А вот мне вчера писал мой знакомый трейдер, говорит, что там Байдену сняли 20 очков, я так думаю, ну, правда, я пока на официальный сайт не заходил, не успел. Вот сейчас только пришел с тренировки, ходил, кстати, сейчас на тренировку с этим, с трейдером американского рынка, он говорит, вот у меня столько времени еще до вечера, я говорю, ну, у меня другое время, то есть, у меня это, основное, это Европа, когда открывается, то есть, ну, большинство случаев. Ну, возможно, я, скажем, какие-то надежды не сильно не ставлю. Я, конечно, ставил на Трампа, потому что там он некоторые вещи хорошие делал в мире. Вот даже он, если взять, он даже войны, да, никакие не были какие-то глобальные за его время, а вот при Обаме, ну, скажем, много было таких нюансов в мире. Ну, не считая, конечно, Буша, да, это такое. Ну, я пока, скажем так, наблюдаю за этим, ну, так скептически, да, в таком формате. Пока не сильно верю в это, ну, если будет, ну, хорошо будет, я за. Ну, вот, да, политическая тема, она вроде бы как, хотелось уже перелеснуть вот эту страничку, что все, пора уже признать победу демократов, но вот республиканцы пока не унимаются. Ну, у него еще время есть, эти выборщики будут в 14 декабря, да, голосовать, а переизбрание Трампа будет где-то в январе или феврале, да, следующего года. Инаугурация, ты имеешь в виду? Да, да, да. Да, в конце января 2021 года. Да, действительно, время есть, достаточно, рынки, наверное, еще будут лихорадить и как отголосок от политической темы. Ну, короче, повторяется то, что было в 2000 году, и действительно, результаты затягиваются, и, возможно, затянутся больше, чем на месяц. Ну, скажем, помнишь, мы с тобой в понедельник обсуждали, ну, такое ощущение, что это слушает АНБ США или ЦРУ. Вот я в понедельник говорил, что там, напомнишь, наш позапрошлый прокурор генеральный открывал дело против Байдена, и сейчас его закрыли. Хотя закрыли его 23 сентября, но информация о закрытии пришла только сейчас. Вчера только в прессе, то есть, получается, в понедельник мы обсуждали, во вторник уже официально якобы закрыто, но объявили, хотя раньше, там, до выборов еще, как бы в таком формате. Ну, вот, видишь, какое совпадение интересное. Так, ты пока ставишь на снижение индекса доллара, да? Снижение индекса доллара – это, как бы, тенденция, общая идея, от которой я не откажусь до тех пор, пока ФРС не поднимет процентный став. По локальной идее, это, как я уже отметил, покупка евро-доллара с отметки, ну, с текущих уровней, когда я комментирую эту идею, стоп-лосс на отметку 17.50 и тейк-профит, ну, разумеется, движение в качестве цели отметки 1.20. То есть, в плане риска и ворда очень хорошее соотношение. Тогда тебе слово передаю, Виталий. Хорошо. Так, сделал демонстрацию, видно? Угу. Так, в прошлый раз мы обсуждали идею в шорт по биткоину, скажем, ставили здесь глобальное снижение. Ну, пока оно было, ну, маленькое, там, мы обсуждали где-то в этом районе, там, где-то 300-400 долларов, оно немножко даже в понедельник подрастало, но стопы, мы говорили, за хай вот этот 16 тысяч, там, в моменте оно снижалось около, там, 300-400 долларов, в зависимости, кто когда сам смотрел, кто повыше, если шортил, пользовался рекомендацией. Пока, скажем, сложно сказать, возможно, будет дальше снижение, я пока, скажем так, скептически ставлю к этому снижению, но оно вполне вероятное, плюс мы забрали на 16 тысяч, а если вот так глобально посмотреть, это достаточно сильное, если это все, все-таки, вот этот рост биткоина с 2018 года, если это все коррекционные движения, как некоторые, скажем, размечают волновики ABC, то мы можем хорошо уйти вниз, или если это ошибочно, по-любому будет какая-то коррекция после вот этого роста. Поэтому я бы, скажем, возможно, удерживал вот эти шорты, если будут выносить где-то там, искать новые точки, более сильные модели, потому что можно слоить хорошее движение вниз. По поводу сегодняшних рекомендаций, у меня противоположное мнение по рынку на данную текущую картинку, которая есть, это по евро-доллару. Помнишь, мы в понедельник, я говорил, что евро-доллар, там доллар-франк, индекс доллара, он смотрится на коррекцию, плюс там по евро-доллару, вот для тех, кто не верит, так, уйди окошечко, кто не верит в эти компьютерные индикаторы, вот вам дивергенция на часовиках по евро-доллару, и она себя отработала вниз 100 пунктов. То есть это для неверующих в работу, скажем, индикаторов. То есть что я говорил в понедельник, что рынки смотрятся на коррекцию со всех, кто сходил на коррекцию, доллар-франк, то есть все вот это падение, которое было после выборов, он все отработал наверх. Поэтому я говорил, что шортить, скажем, индекс доллара нет смысла или покупать евро-доллара, потому что смотрится какая-то коррекция. На текущий момент я сегодня своим подписчикам в канал писал еще позавчера, что евро-доллар смотрится вниз, и сегодня, в принципе, и вчера, и сегодня давал рекомендации на снижение. И может ли будет лонг, но это уже, если сегодня будет сильный выкуп евро-доллара, и мы где-то вот здесь будем закрываться, и там дальше какие-то проторговки. В таком случае дальше буду смотреть на рост евро-доллара. А на текущую картинку мне кажется, что он хочет снижаться. Будет ли это с текущих, или мы еще как-то проторгуемся и дальше уйдем вниз. Мы сегодня рассматриваем где-то снижение с 18.10, где-то вот в этом моменте давал вариант снижения. Поэтому у меня пока шорт. Конечно, сейчас цены плохие, 17.90. Если мы будем находиться выше, кто будет смотреть там запись эфир, пока ставлю идею на шорт по данному инструменту. Стоп-лосса можно закинуть за вчерашний хай где-то в районе 18.50-18.60. В эту область. Не исключаю, что туда могут еще сходить, и потом только вниз. Поэтому пока снижение по евро-доллару аналогично, ну доллар-франк он уже свой отрос. Аналогично индекс доллара, он у меня пока смотрится наверх. То есть какой это будет рост. Локальный там еще пунктов 40-50 аналогично или как по евро, или будут сильные движения вниз евро-доллара или индекса доллара вверх. То есть посмотрим, все время покажется. Пока вот такие идеи, аналогично золото. Ну пока он маленькую коррекцию после вот этого падения сделал. Ну что, скажем, такого я заметил по золоту. Его все время, вот этот рост, который идет в последней сумме уже 4 месяца, все время сильно скидывает. Поэтому его могут так достаточно хорошо провалить. Ну пока на текущую картину. Поэтому у меня пока все идет на рост индекса доллара и снижение вот таких инструментов. Спасибо тебе, Виталий, за комментарии. Давай следите за тем, как в итоге отработают из себя рынки эти конкретные рекомендации. Тебе удачных торговых сессий, закрытия недели, хороших выходных. Следующий эфир у нас уже будет с тобой на следующей неделе в понедельник. Поэтому пока. Пока. Все, удачи.